Рандеву новичок Приветствуем! Сейчас мы с вами будем говорить о таком важном инструменте в индустрии сетевого маркетинга, как рандеву. Вы только вошли в компанию, и вас вдохновляет открывающиеся возможности. Вы стремитесь рассказать о них своим друзьям и знакомым. Главная задача на сегодня – научиться передавать информацию эффективно и правильно. Сетевой маркетинг – это информационный бизнес. Умение правильно излагать информацию о продукте, товарах, услугах и возможностях – первая ступень к успешному развитию вашего предприятия. Помните, придя в компанию сетевого маркетинга, вы входите в команду людей с уже наработанным опытом ведения бизнеса. Используя бесценный опыт вышестоящих партнеров, вы получаете возможность создания своей команды. В этом вам очень поможет умение организовывать рандеву, то есть деловую информационную встречу с вашим гостем. Рандеву или тет-а-тет – это встреча трех человек. Кто же они? Вы – тот человек, который назначает встречу. Гость – тот человек, которому вы хотите представить возможности своей компании. И партнер. В зависимости от компании, его могут называть также медиа или аплайн-партнер – спонсор, наставник, посредник и так далее. Один из тех, кто пригласил вас в компанию. Возможно, что он пришел в нее не намного раньше вас, но он тот, кто знает о ней больше вас. А значит, он обладает тем опытом, который вам необходим и который вам еще только предстоит накопить. И в то же время, это ваша вышестоящая команда, с которой вы будете двигаться вместе. Главная задача этого урока – научиться организовывать и использовать рандеву в своем бизнесе. Помните, что эта встреча поможет реализовать две цели – подключить нового человека в команду и представить продукт. Плюс, во время рандеву вы учитесь на практике тем методам ведения бизнеса, которые использует ваш наставник. Помните, важная составляющая рандеву – это постижение опыта работы ваших вышестоящих партнеров. Таким образом, во время встречи вы убиваете одним выстрелом двух зайцев и обучаетесь, и развиваете свой бизнес. Итак, вы решили организовать рандеву. Конечно, вы волнуетесь. Это и понятно, у вас ведь нет опыта. Не отчаивайтесь. Существует работающая на 100% формула успеха, которая неоднократно подтверждалась на практике. Успех равен сумме опыта и знаний, помноженной на активность. Когда вы приходите в компанию, ни опыта, ни знаний у вас нет. Не волнуйтесь, со временем вы их приобретете. На это могут уйти дни, недели и месяцы. Но если вы активны, то обязательно добьетесь успеха. Формула успеха доказывает, что все сомнения типа «я ничего не знаю, поэтому у меня ничего не получится» не имеют смысла. Нужно просто желать успеха и действовать. Активность в данном случае означает, что вы должны с энтузиазмом использовать уже известные приемы и методы работы. А значит, на начальном этапе карьеры в сетевом бизнесе от вас требуется лишь правильная организация этого рандеву. Итак, давайте разложим по полочкам весь этот процесс. Разделим его на три части. До, во время и после рандеву. До рандеву. Место. Первым делом очень важно правильно выбрать место, где будет проходить рандеву. Важно помнить, территория для встречи должна быть либо вашей с партнером, либо нейтральной. Прислушайтесь к следующим советам. Это важно. Не следует приходить гостю на работу. Он не сможет полностью сконцентрироваться на теме встречи, так как его будут отвлекать рабочие обязанности, коллегии и обстановка в целом. И не рекомендуем устраивать рандеву в доме человека, которого вы хотите пригласить в компанию. Психологически это поставит его в положении хозяина, а вас в положении гостей. Вообще идеальное место для рандеву – это кафе или лобби-бары различных отелей. Обычно в этих местах тихо и презентабельно. Кроме того, гостиницы удобно расположены в центре города. Но самое важное – здесь царит деловая обстановка, которая располагает к соответствующему общению. Ведь это именно то, что нам нужно, не так ли? Выбирайте именно такие места для рандеву. Обратите внимание на еще один важный аспект при выборе места. Очень важно, чтобы оно было вам по карману. На первый взгляд это может показаться несущественным. Однако это не так. Представьте ситуацию, что вы выбрали для своего рандеву весьма презентабельный и, конечно же, дорогой отель. Вы сидите за пустым столиком целый день, принимая все новых и новых гостей. В результате это может закончиться тем, что вас вежливо попросят уйти. А это уж точно не сыграет на пользу вашему бизнесу. Теперь о том, как правильно подготовить гостя к рандеву. Приглашая его на встречу, вы должны сделать акцент на важности этого мероприятия, то есть сделать промоушен. Этого можно достичь, акцентируя внимание на следующих моментах. Значимость вашего партнера, внешний вид участников, окружающая обстановка, время и расположение участников за столом. Например, можно сказать гостю следующее. Я тебя приглашаю на встречу со своим партнером, с деловым человеком. Мне бы очень хотелось, чтобы мы не теряли ни твое, ни его время. И именно поэтому, прошу тебя, приходи вовремя. Мы будем говорить о серьезных вещах, поэтому, пожалуйста, отнесись к этому соответственно. Значимость партнера Что подразумевается под значимостью партнера? Имеется в виду, что вы должны как можно дороже продать своего партнера гостю, так как именно он, то есть партнер, будет вести эту встречу. Расскажите о профессионализме и лидерских качествах своего наставника. Укажите, что вы с ним много и эффективно работаете. Добавьте, что он многого добился в этой компании. Это знакомство может оказаться для тебя очень ценным. Эту фразу тоже следовало бы произнести. Помните, чем весумее партнер будет выглядеть в глазах гостя, тем внимательнее и серьезнее будет относиться к его словам. И в целом ответственнее отнесется к вашему предложению. Однако помните, что во всем должна быть умеренность и аккуратность. Постарайтесь быть объективным. Продавая своего партнера, не переусердствуйте. Внешний вид. Также помните, что несмотря на то, что провожают по уму, встречают все-таки по одежке. А первое впечатление бывает всего один раз. Позаботьтесь о том, чтобы выглядеть аккуратно и чисто. Приглашая на встречу, обратите внимание гостя на его внешний вид. Однако делать это надо как можно более деликатно, чтобы не обидеть его. И правда, зачем лишний раз просить гостя надеть галстук, если он и так все время его носит. Так что применяйте эту рекомендацию в зависимости от ситуации. Затем нужно позаботиться о том, чтобы нас ничто не отвлекало. Поэтому в присутствии гостя выключите ваш мобильный телефон и деликатно попросите его сделать то же самое. Время. Предупредите гостя, что эта встреча займет определенное время. Вы просили гостя прийти вовремя, но и самому нельзя опаздывать. Лучше придите заранее. Что сказать партнеру? Вашу задачу входит также в общих чертах проинформировать партнера о гости. Хотя профессиональный партнер уже в первые минуты понимает, кто перед ним находится и в каком ключе строить общение. Расположение участников за столом. Как это ни странно, правильное расположение присутствующих на рандеву также влияет на эффективность встречи. Весьма желательно, чтобы встреча проходила за круглым столом. И гость сидел слева от партнера. Учитывайте, что в ходе рандеву партнер может рисовать гостю различные схемы, графики, рисунки. Никогда не садитесь напротив гостя. Такое положение неизбежно создаст оппозицию, конфронтацию. Во время рандеву. Рассмотрим вторую часть рандеву, саму встречу. Здесь ситуацию контролирует ваш партнер. Поэтому первое и крайне важное правило, которое вы должны усвоить как дважды два, когда говорит партнер, вы молчите. Это именно тот случай, когда слово серебро, а молчание золото. Психологически это обусловлено. Партнер управляет ситуацией на 100%, так как он обладает опытом эффективного проведения рандеву. Вам надо только наблюдать и перенимать опыт. Часто новички делают грубую ошибку, если пытаются участвовать в обсуждении, постоянно дополняя и перебивая партнера. Таким образом они разрушают созданный ранее в глазах гостя авторитетный образ. Обратите внимание, что перебивать партнера нельзя. Даже если он говорит очевидные, как вам кажется, глупости. Просто прикусите язык и запишите все, что вызвало у вас сомнения. Конечно же вы сможете обсудить это наедине с партнером после рандеву. Правило номер два. Вы записываете все, что говорит партнер. Обращайте внимание на методы и формы проведения рандеву, обороты и клише, которые он употребляет. Словом, на все мелочи и нюансы. Пополняйте свои знания. Накапливайте опыт. Ведь опыт в вашем деле одна из составляющих формулы успеха. Итак, еще раз сконцентрируйте свое внимание на роли каждого участника рандеву. Партнер говорит. Гость слушает. Вы учитесь, молчите и записывайте. Почему же еще так эффективно рандеву? На психологическом уровне это объясняется простой фразой. Двое против одного. То есть имеется в виду, что одна голова хорошо, а две лучше. Ведь вы и партнер владеете информацией. А значит вы имеете весовое и моральное преимущество перед вашим гостем. Помните об этом и умело пользуйтесь данным правилом. Пусть данное знание придаст вам дополнительную уверенность. После рандеву. Наконец мы подошли к заключительной фазе встречи. Партнер заканчивает рандеву сам. Это входит в его компетенцию. В зависимости от решения гостя, партнер инструктирует вас о дальнейших шагах. Возможные следующие варианты. Гость говорит категорическое «нет». Здесь уже без комментариев. Гость говорит «я согласен». В этом случае вам следует строго выполнять то, что скажет партнер. Он точно знает, какие шаги необходимо предпринять дальше. Гость говорит «я подумаю». Прежде всего, это значит, что у него есть сомнения и какие-то вопросы. Не обсуждайте никаких деталей о компании или продукте после рандеву без участия партнера. Предложите записать их и встретиться еще раз для обсуждения. И тогда партнер компетентно ответит на все эти вопросы. Посоветуйте гостю принять решение самостоятельно, без обсуждений полученной информации с некомпетентными соседями и знакомыми. Ведь они не были на встрече с вашим партнером. Как и о чем им судить? Обратите внимание, следующий контакт с гостем должен быть не позднее, чем через 48 часов. Желательно даже на следующий день. Также договоритесь о деталях встречи. И очень важно, скажите, что именно вы позвоните гостю и свяжетесь с ним. Именно вы должны быть инициатором встречи. Договоритесь о конкретном времени. Почему именно 48 часов и почему это важно? На рандеву гость получает от партнера 100% информации. Однако психология человека устроена таким образом, что он усваивает максимум 20%. Остальное проходит мимо. Если гость захочет поделиться полученным от вашего партнера информацией о компании со своими друзьями и знакомыми, он, скорее всего, сумеет донести до них лишь 5-10% информации от той, которую сам услышал. А его собеседники усвоят и того меньше. Хорошо, если 3%. Согласитесь, этого очень мало, чтобы составить объективное мнение и дать правильный совет. Наша задача дать 100% информации. В любом деле очень важно получать информацию из первоисточника. Статистика показывает, что среди гостей всегда есть соглашающиеся и отказывающиеся. Ваша задача быть настойчивым и каждый день назначать встречи, не боясь возможных отказов. На первом этапе назначайте рандеву, пока в вашей прямой команде не появится 3-5 партнеров, серьезно настроенных на бизнес. Итак, вы познакомились с техникой организации рандеву. Как вы наверняка знаете, сетевой маркетинг – это продвижение продукта и привлечение в вашу команду новых людей. Сегодня мы показали лишь одну тему – рандеву. Во время которого вы учитесь, перенимая опыт своего партнера. Начните уже сейчас. Кого из ваших знакомых вы готовы пригласить на рандеву? Созвонитесь со своим партнером и назначьте рандеву уже на завтра. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...